Установка программного обеспечения криптозащиты системы Корпоративный Интернет-Банк Бизнес. Настройка прав доступа. Переходим на сайт системы Корпоративный Интернет-Банк Бизнес Корпорейт.бгпб.бай и авторизуемся в системе, используя логин и пароль, которые задавались во время регистрации в системе. Переходим в меню «Настройка пользователей». Нажимаем на кнопку «Изменить настройки пользователя». Нажимаем «Получить сеансовый пароль». Пароль будет выслан либо на электронную почту, либо на мобильный номер телефона. Далее проставляем номер подписи и нажимаем кнопку «Внести изменения». Важно! Для индивидуальных предпринимателей необходимо ставить только единственную подпись. Заведение новых пользователей и настройка прав. Если необходимо завести нового пользователя, например, пользователя с правом второй подписи, то для этого переходим в пункт «Меню», «Настройка пользователей» и нажимаем на кнопку «Добавить нового пользователя» и вводим сеансовый пароль. Заполняем все поля, обратите внимание на правильность выбора права подписи и нажимаем на кнопку «Добавить пользователя». Полученную ссылку и код активации передаем пользователю, который был добавлен. Для настройки прав доступа пользователя переходим в пункт «Меню», «Настройка пользователей», нажимаем на кнопку «Изменить доступ пользователя к задачам» и вводим сеансовый пароль. После настройки прав нажимаем на кнопку «Внести изменения». Доступ пользователя к меню. Далее снова переходим в пункт «Меню настройка», «Пользователи», нажимаем на кнопку «Изменить доступ пользователя к меню» и вводим сеансовый пароль. После настройки прав нажимаем кнопку «Внести изменения». Активация нового пользователя Пользователю необходимо пройти по ссылке, отправленной администратором, и нажать на кнопку «Регистрация». Для продолжения регистрации заполняем регистрационную форму. Обратите внимание, вводить мобильный телефон активируемого пользователя необходимо в международном формате, например, 375-295-55-4567. Запоминаем кодовое слово. По необходимости сотрудник банка может идентифицировать вас по данному слову. После заполнения всех полей нажимаем на кнопку «Продолжить». В окне авторизации вводим логин, который вы указали при регистрации, и временный пароль. Временный пароль будет выслан на номер телефона, который был указан при регистрации. После авторизации система предложит изменить временный пароль. Сеансовый пароль придет на ваш e-mail либо телефон. Заполняем поля и нажимаем кнопку «Продолжить». Запомните ваш новый пароль. Это будет пароль для входа в систему. В окне активации сотрудника введите пароль активации, который выдал администратор. Установка полного пакета программ. Переходим на сайт системы «Корпоративный интернет-банк бизнес» по ссылке «corporate.bgpb.by». Выбираем в меню справка «Установка криптозащиты». Скачиваем и запускаем файл «Установка All» — полный комплект. Во время установки все время нажимаем «Далее». Если во время установки появится окно о необходимости удаления старой версии Avest CSP, то заходим в «Пуск», «Панель управления», «Программы и компоненты» и удаляем Avest CSP. Обязательно перезагружаем компьютер. Внимание! При удалении Avest CSP будьте внимательны. Нельзя удалять криптопровайдеры с именем Avest CSP-4. Например, Avest CSP Base for Prior Bank. На сайте corporate.bgpb.by заходим в меню «Справка», «Установка криптозащиты» и запускаем вновь «Установка All» — полный комплект. Если у вас уже установлен драйвер для ключевого носителя IK1000, то во время установки вы увидите следующее окно, в котором необходимо нажать кнопку «Cancel». Генерация сертификата. В заключении необходимо произвести генерацию сертификата. Для этого заходим в систему «Корпоративный интернет-банк бизнес» на страницу corporate.bgpb.by и авторизуемся под учетной записью пользователя, имеющего право подписи, директора, главного бухгалтера, индивидуального предпринимателя. Переходим в пункт «Меню», «Настройка», «Запрос на сертификат». Проверяем правильность заполнения полей с вашим юридическим адресом. Затем нажимаем кнопку «Далее» до окна выбора контейнера. Перед заданием пароля на доступ к контейнеру, который необходимо будет вводить при подписи документов, следует убедиться, что в поле «Носитель» выбран Rainbow IK1000-1032. Следует также обратить внимание на раскладку клавиатуры. В процессе генерации необходимо вводить мышкой в пределах окна генерации. В конце генерации распечатываем карточку открытого ключа в двух экземплярах. Подписываем, удостоверяемся оттиском печати и передаем в банк своему менеджеру. После распечатки убедитесь, что все значения карточки открытого ключа правильные, поскольку при предоставлении в банк карточки, значение параметров на которой нечитаемы или не соответствуют электронному запросу, вам может быть отказано в выпуске сертификата ключа ЭЦП. При генерации нового сертификата необходимо обязательно распечатывать новую карточку. Генерация сертификата для пользователя с правом второй подписи. Если у вас в банке имеется вторая подпись, тогда заходим под учетной записью пользователя с правом второй подписи. Обычно это главный бухгалтер. И создаем запрос на сертификат для данного пользователя. Импорт сертификата. После обработки карточек в банке можно осуществлять импорт сертификата. Для этого заходим в систему «Корпоративный интернет-банк бизнес» под учетной записью с правом подписи и переходим в пункт меню «Настройка» «Мои сертификаты». Если в открывшемся окне сертификат имеет статус «Действителен», значит сертификат уже выпущен и можно приступать к его импорту. Нажимаем кнопку «Установить сертификат». Нажимаем все время кнопку «Далее». При запрашивании ввода пароля следует убедиться, что в поле «Носитель» выбран Rainbow IK1000-1032 и ввести пароль доступа к контейнеру. Нажимаем «Ок» и «Далее». Установка программного обеспечения криптозащиты завершена. Можно приступить к полноценной работе в системе «Корпоративный интернет-банк бизнес» с использованием ЭЦП. При возникновении вопросов по установке ПО «Криптозащиты» следует обращаться в техническую поддержку по телефону 017-218-4949. Установка программного обеспечения криптозащиты системы «Корпоративный интернет-банк бизнес». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...